добрый день меня зовут александр цвисыков и я хочу рассказать о бейткнессете о синагоге для этого я проведу цикл несколько уроков на эту тему и расскажу как устроена синагога из чего она состоит какие важные детали элементы синагоги какие правила касаются синагоги синагога представляет собой молитвенный зал в котором есть арнкойдыш бима места для людей пришедших на молитву вот шкаф с молитвенниками который называется сидур а также есть женский балкон место для женщин также может быть вместо женского балкона отдельная часть отделенная ширмой на первом этаже и по хорошему этот цикл я бы должен был начать с входа в синагогу но как например говорил и делал раби шимон бар йохай он обычно начинал свой урок своим ученикам самого интересного поэтому я решил первый урок посвятить самому центральному месту синагоги это аронкойдыш другие уроки обязательно следите за ними вы узнаете и как приходить в синагогу как себя вести из чего она состоит но сегодня мы начнем с центрального места это аронкойдыш на святом языке аромкойдыш или это как переводится святой ковчег ковчег это как ящик вместилище какой-то шкаф может быть так вот аромкойдыш это некий ковчег вместилище который вмещает себя какую-то святую вещь что это за святая вещь это свиток тор и вот в этом можно сказать шкафу или ковчег хранится свиток тор и то место где находится свиток тор и он закрыт такой занавеской как правило она содержит себе изображение храма иерусалитского храма который будет построен вскоре в наши дни так вот и здесь вот на этой занавеске который называется порохит на святом языке изображен как раз таки храм точнее женский двор храм и это неспроста почему потому что синагога называется малым храмом большой храм это храм в иерусалиме который сначала построил шломо потом был восстановлен зербавелем и вскоре в наши дни будет восстановлен при помощи царя машеха но синагога это малый храм в центральное место синагоги я уже сказал аромкойдыш и в нем хранится свиток тор и который выносит периодически для чтения на биме свиток тор и и он может быть один их может быть несколько но он составляет сердце синагоги и отсюда мы видим что синагога это то место где молятся всевышнему читают тору и очень часто синагога совмещает себе две функции это дом молитвы или дом собрания бейт-кнесет она так и называется бейт-кнесет а также еще может совмещать функцию дома учения бейт-медраж она называется есть такие синагоги в которых только молятся а есть бейт-медраж где только изучают тору и в таких бейт-медражах обычно нет аромкойдыша дыш обычно установлен вот на такую на возвышение определенном но это не правило может быть аромкойдыш стоять непосредственно на полу может он вот для него сделана определенная ступенька одна из первых синагог за пределами святой земли почему я говорю за пределами святой земли в святой земле всегда было очень много синагог но первая синагога которая была за пределами святой земли она была основана царем и хоня который был уведен в плен вместе с остальными евреями в бавэ так вот царь хони приказал взять с собой камни и землю из иерусалима и когда он прибыл в валилонский город не ордая он построил из этих камней синагогу а грунт который взял с собой вот этот прах он раскидал да вот в основании этой синагоги и получалось что эта синагога как бы была сделана из камней иерусалима разрушена в иерусалим который разрушен царь махаднецер и называлась она шава и етив то есть если это перевести то это будет означать что которое вы всенагога было Uni которая переместилась со своего места и была основана на другом месте есть был такой некий переезд ещё ее называли синагога которая была разрушена и восстановлена что имеется ввиду была разрушит был разрушен иерусалим и из я части камней разрушены иерусалима была построены синагогу поэтому так как мы и должны воспринимать любую синагогу, находящуюся за пределами земли Израиля, что это часть Иерусалима, память об Иерусалиме. И об этом как раз-таки говорил, рассказывает история с Тарем Ехоги, которую мы можем прочитать в трактате Роша-Шана. А в следующем уроке я вам расскажу о Биме, то есть это возвышение, на котором читается Тора. Там тоже будет очень много интересного. Обязательно посмотрите следующий урок.